Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, любители церковной истории. Продолжаем разговор о истории русского монашества до монгольского периода. Сегодня в центре нашего внимания монастыри вне Киева и киевские монастыри, помимо монастыря Киево-Печерского, о котором у нас речь шла в прошлый раз. Святозарский Алексей Константинович, кандидат богословия, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Конечно, Киево-Печерская обитель занимает особое место в истории русского монашества, в истории города Киева, но были здесь и другие обители. Так, князем Изяславу во святом крещении Дмитрием, напомню, Изяслав это сын Ярослава Мудрого, был основан монастырь, который возглавил выходец из Киево-Печерского монастыря, преподобный Варлам. Впоследствии эта обитель была подчинена Киево-Печерскому монастырю, то есть утратила свою самостоятельность в силу целого ряда причин. А Спасский на Берестове монастырь это совсем рядом с нынешней территорией Киева-Печерской лавры. Мы помним, что это село Берестово, что это княжеская резиденция, что была здесь церковь святых апостолов, где пресвитером был Иларион, муж благ, книжен и постник, будущий первый митрополит русский по происхождению. И он же подвигоположник пещерного копания на Руси, как его называют, он из Капа-Печерку-Малу, где впоследствии поселился преподобный Антоний. Поэтому это все совсем рядом. Но монастырь здесь возникает, когда возводится храм, Спасская церковь. Игуменом этого монастыря, вероятно, первым был Герман, который упоминается в летописях. Поэтому монастырь иногда именовали Германич. Монастырь, сам храм в сильно перестроенном виде сохранился, обитель была разорена половцами в 1096 году. Сейчас в начале нашего повествования будет, может быть, несколько утомительное, хотя, надеемся, что не очень, перечисление обителей. А несколько подробнее мы поговорим о них ниже, потому что это монастыри, как правило, имеющие особый статус. Это так называемые княжеские обители. Так что можно сказать, что в основном речь у нас за некоторым исключением, правда, пойдет о княжеских монастырях. К числу княжеских монастырей относятся и Симеоновский монастырь. Это речь у нас все еще идет о Киеве. Основан великим князем Святославом Ярославичем, другим сыном Ярослава Мудрого. В период между 1073 и 1076 годом монастырь Семейный на Копыревом конце, так назывался один из районов Киева, над Подолом. Здесь были погребения членов княжеской семьи. В частности, был погребен святой благоверный князь Страстотерпец Игорь Ольгович, принявший кончину в 1147 году. А Кловский монастырь, он же Стефанич, основан преподобным Стефаном Печерским после ухода его из монастыря в рочище Клов. Из монастыря имеется в виду, конечно, из Киева-Печерского. Но в этом монастыре был введен и строго соблюдался устав Киева-Печерского монастыря. И здесь же была построена Влахернская церковь. Монастырь Андреевский или Янчин относится к монастырям княжеским. И очень важно, здесь у нас первые страницы истории женского монашества на Руси. И Янка, представительница княжеской фамилии, это дочь Всевлада Ярославича. Янка означает Анна, соответственно, это внучка Ярослава Мудрого, которая хотела принять монашество. Ну и, соответственно, вот отец ей построил вот эту вот обитель, где она могла подвязаться. Ну, на уровне просто вот отдельных каких-то упоминаний существуют, да, вот на страницах наших летописей только это Лазарев, Федоровский монастырь, ну и ряд других обителей. Ну, о некоторых из них мы сможем поговорить позднее. Теперь Новгородская земля. Это Антониев монастырь или обитель преподобного Антония Римлянина. Монастырь этот существует до сего дня, сохранился монастырский ансамбль тоже, конечно, гораздо более позднего времени. Основан он выходцем из западных стран. Преподобный Антоний прибыл, согласно житию, из Рима, спасаясь от преследований латинин и обосновался в Великом Новгороде. В нескольких километрах от Детинца, от Новгородского Кремля, но сейчас это центр города, три версты насчитывало, да, это расстояние. В свое время вот он построил деревянную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Земля эта принадлежала ему лично, а потом стала, соответственно, собственностью монастыря. В 1117 году им был построен каменный храм в этой обители и вскоре, ну, относительно вскоре, да, после нескольких лет подвижничества он становится здесь игуменом. Скончался преподобный Антоний в 1147 году после многолетних иноческих трудов. Юрьевский монастырь. Ну, те, кто бывал в Новгороде, конечно, запомнят не только обитель преподобного Антония, но величественный ансамбль архитектурный Юрьева монастыря, который находится у истоков реки Волхов, у самого Ильмень озера. По некоторым данным, косвенным, правда, монастырь этот мог быть основан во времена князя Ярослава Мудрого. Здесь надо учитывать посвящение соборного храма в честь великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя князя Ярослава. Но немного подробнее о его истории мы поговорим позднее. Это славная новгородская обитель с храмом 12-го столетия, повторим, сохранилась до настоящего времени. Увы, такая судьба, конечно, готова была не каждому монастырю. Липинский монастырь в Новгороде Великом, Воскресенский, известный с 12-го века, Варламов, Хутынский монастырь, обитель, которая была основана новгородцем Алексеем Михайловичем. Это тоже 12-е столетие. Был он медник, занимался промышленным кустарным производством и на свои средства основал и обеспечил обитель, в который сам подвязался и был игуменом. Очень много монастырей в этот период после Ярослава Мудрого и еще, наверное, в период его правления возникает на юге. Так, в Переславле Южном возникает обитель, основывается обитель Иоанновская, ее основатель, митрополит Иоанн I, тот самый, который составил житие святым благоверным князьям, страстотерпцам Борису и Глебу, но основание чего Голубинский считал его русским по происхождению. Здесь же, в Переславле, обитель, основанная Ефремом, переславским митрополитом периода Триумвирата Ярославичей. Мы помним, что монастырь этот был митрополитичем, митрополит был его основателем, ктитором и, соответственно, определял в этой обители, о которой известно очень немного, все порядки. Таков был строй тогдашней жизни. Распространялся он и на княжеский обитель, но об этом немного позднее. Чернигов – славные монастыри Успенский-Елецкий, основанный князем Святославом Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого на Болдиной горе, по случаю явления здесь иконы Божией Матери. Ильинский Троицкий монастырь, обители, сохранившиеся до настоящего времени, конечно, с гораздо более поздними постройками, но и с пещерами. Кстати сказать, и там пещеры эти до конца не изучены, никогда не изучались, и простираются они неизвестно на какое расстояние, так что находятся под частными владениями, работая на огороде, местные жители рискуют попасть неожиданным для себя образом в эти древние неизученные пещеры. Владимир Волынский, то же самое, юг-юго-запад, точнее, Святогорский монастырь, где подвязался в Орлам первый игумен Киево-Печерского монастыря, вот по кончине преподобного Антония и игумен Киевского Дмитровского монастыря. В Тмутаракане монастырь, основанный преподобным Никоном, Богородицкая обитель. В Муроме, это уже северо-восточная Русь, с 1096 года известен Спасский монастырь. В Смоленской земле монастырь Бориса Глебский на реке Смедыни, который упоминается уже под 1038 годом. Владимир на Клязьме, монастырь Георгиевский, тоже один из самых ранних по основанию. Как монастырь он не сохранился, но на его месте сейчас, в центральной части, исторической части города Владимира, находится приходской храм. Храм этот действует во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Монастырь этот был основан Юрием Долгоруким в честь своего небесного покровителя. Близ Каргополя, один из древнейших монастырей русского севера, это Кирилло-Челмогорский монастырь на горе Челме, переживший очень много потрясений. Но ведь это обитель 11 века, конечно, не только для севера, но и для северо-восточной Руси это большая редкость. В настоящее время предпринимаются попытки возрождения обители, к сожалению, от всего комплекса монастырских зданий, если я не ошибаюсь, остался, по-моему, один келейный корпус. Но традиция уходит своими корнями в 11 век. Великий Устюг, Троицкий Глединский монастырь, кто бывал в Великом Устюге, несомненно, бывал и в Троицеглединском монастыре. Дело в том, что со временем город Устюг поменял место своего положения. Первоначально он находился там, где находится сейчас Глединский монастырь, на противоположном берегу реки Суханы. Тоже там сохранился великолепный совершенно монастырский ансамбль, но гораздо более позднего времени. Сам же монастырь основан в 12 столетии. Вообще о жизни монастырей в период 12-13 столетия можно сказать несколько слов. В частности, о Киево-Печерском монастыре. Ну, во-первых, Киево-Печерский монастырь стал архимандрией, да, или архимандритей, по-разному называют. Его настоятели стали носить титул архимандритов. Когда, в связи с чем это произошло, об этом существуют различные мнения у исследователей. Но вообще положение монастыря, настоятель которого является архимандритом, это положение совершенно особое. Забегая немного вперед, скажем, что это старший, имеющий особое значение, монастырь в городе. А Щапов Ярослав Николаевич, современный исследователь, полагает, что возведение игуменов в архимандриты произошло по инициативе княжеской власти, поскольку монастырь был тесно связан с княжеским домом. Поппе, тоже современный исследователь, говорит о том, что это произошло по инициативе патриарха Луки Хрисоверга, который дал вот это вот право, этот титул, через нового митрополита Михаила II. Ну, там в этот период, как мы помним, на Руси была первая такая вот значимая церковная смута. Это последствия отголоски поставления Климента Смолятича. Ну и вот как-то вот смягчая всю эту ситуацию, Лука Хрисоверг вот этот вот титул присылает. Ну, вообще мнения разные. Впервые упоминаются архимандриты в 1171 году Киево-Печерске. И настоятели монастыря вообще избирались братья, что, кстати, свидетельствует о самостоятельности обители, потому что в княжеских монастырях и порядок, и организация, и настоятели, они, конечно, избирались, назначались непосредственно к титрам монастыря, который давал монастырю жизнь. И вообще таковые монастыри считались княжеской собственностью, как увидим в дальнейшем, когда у нас пойдет об этом разговор. Монастыри киевские, которые были основаны в этот период, это монастыри Васильевский и Воскресенский. Но вообще на юге новых монастырей в этот период почти что не возникает. Известный нам Михайловский монастырь существует в Переславле, Богородицкий в Чернигове, Иоанновский монастырь в Галиче, ну и некоторые другие, это вот новооснованные обители наряду с существующими. Что касается развития монашества в северо-восточной Руси, ну это монастыри, в общем-то, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, это обитель Спаская в Муроме, основанная в предыдущий период, Георгиевская во Владимире, о которой мы говорили, это Авраамиев Богоявленский монастырь в Ростове, тоже 11 век, и Смедынский Борисоглебский монастырь под Смоленском. Юрий Долгорукий, 12 век, основывает новые обители до 1155 года в Суздальской земле, где он был до этого времени князем, он основывает Борисоглебский монастырь в Кидыкше на Нерли. И ансамбль тоже, конечно, в перестроенном виде сохранился, и посещая Суздаль, конечно, мы не можем не посетить этого места. Андрей Боголюбский основывает монастыри многие, так говорит княжеский некролог, помещенный в летописи, обычная похвала князю, иеролюбив, мнихолюбив, нищолюбив. Ну, мнихолюбив в чем проявляется? В основании новых монастырей, в заботе об этих монастырях уже существующих. Значит, что мы знаем? Мы знаем Боголюбово, Боголюбовский монастырь и монастырь Покровский. Около знаменитого храма Покрова на Нерли в древности существовала иноческая обитель, основанная Боголюбским в память о рано скончавшемся сыне. Ну, а Боголюбский монастырь – история известная. Князь Андрей, в отличие от своего отца Юрия Долгорукова, не стремится завладеть киевским великокняжеским престолом. Он прозорливо и мудро полагает, что будущее за Северо-Восточной или за Лесской Русью, где он и предполагает обосноваться. И для этих целей, для того, чтобы осветить свою новую столицу, он вывозит, скажем так, употребим такой нейтральный термин – икона Божией Матери, которая хранилась в Выжгороде, впоследствии получила наименование Владимирское, из самых почитаемых святынь на Руси. Вот когда поезд, да, то есть обос, в состав которого входила повозка, на которой укрепили икону, направлялся, уже почти добрался до Владимира, это совсем недалеко, неожиданно лошади стали, и никакая сила не могла их сдвинуть с места. И вот на этом-то месте и был основан монастырь и княжеская резиденция. Ну, сначала храм, да, вот и княжеская резиденция, некоторые постройки которой сохранились. И еще обители Северо-Восточной Руси. Переславль-Залецкий – обитель преподобного Никиты, Переославского чудотворца, бывшего сборщика налогов, а не свободного в определенный момент своей жизни от тех искушений, которые иногда связаны с таким положением. В конце концов, он решается резко переменить свою жизнь, приходит в монастырь, который уже существует. И здесь начинает подвязаться на столпе. Очень редкий такой случай. У нас столпников на Руси-то немного, и вот один из них – преподобный Никита Переославский чудотворец, в Веригах, в любое время года, при любой погоде, он находился на столпе небольшой башенки, с которой практически не сходил, проводя большую часть времени в молитве. Итак, монастырь этот уже существовал в XII веке. Кроме того, упоминается монастырь Бориса и Глеба, ныне не существующий в Переславле, а также дикий монастырь близ потока Студенного. Об этом сообщает житие преподобного Никита. Ну, его история, как мы знаем, окончилась таким образом, что он был убит своими родственниками, полагавшими, что вот все те неправедно приобретенные средства, которые Никита давным-давно уже раздал, он переплавил в Вериги. Поэтому они блестят, когда на них падает солнечный или лунный свет. На самом деле просто Вериги вытерлись от долгого ношения. Таким образом, вот эти родственники из-за своей алчности убили святого человека. Ну, а столб преподобного Никиты тоже в очень таком перестроенном виде. Он сохраняется, его показывают в Никитском монастыре, в Переславле-Залесском. Обитель это возрождается сейчас после долгих лет запустения. В Ярославле в этот же период обитель Петра и Павла, а также в 1216 году в Ярославле основывают Спасо-Преображенский монастырь, который впоследствии существовал как архиерейский дом. Обитель была упразднена, там была резиденция архиереи, там же было некое книгохранилище, в котором Мусин Пушкин обнаружил сборник, а в этом сборнике, в свою очередь, оригинал слова о полку Игореве, сгоревшей во время наполеоновского нашествия в 1812 году. Но эта история, конечно, уже позднейшая. Вернемся в наш 12-й век, 12-13 век, монастыри во Владимире на Клязьме, Владимирская земля, в городе основывается монастырь рождественский в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Это мужская обитель, основывает ее князь Всеволод Юрьевич. В 1192 году он дает средства для обителей, и впоследствии вот этот монастырь становится самым таким вот знаменитым, самым почитаемым монастырем во Владимире. И монастырь княгинин, основанный для княгини Марии, супруги князя Всеволода Большое Гнездо. В Суздале очень интересный монастырь, Ризоположенский, ну или, как некоторые произносят, Ризоположенский. Обитель эта была основана в 1207 году, кем мне известно, но известно как место подвигов преподобной Ефросинии Суздальской. Ефросиния – знатная постриженица, она дочь черниговского князя Михаила, пострадавшего в Орде в начальный период, после сразу установления татарского ига на Руси, пострадавшего за свою верность Христу, верность православной вере, вместе со своим боярином Михаилом. Так вот, боярин Михаил учил будущую Ефросинью, тогда ее звали Снандулией, чтению книг. Ну а во времена Ефросинии в монастыре был заведен очень интересной обычай. Инокини поступали из девиц, не бывших замужем, и из вдов, которые пережили брачное состояние, семейную жизнь. Так вот, инокини вот этих двух групп друг с другом не сообщались. Территория была разделена на две части. Одно время даже существовало две церкви для девиц и для инокинь из бывших семейных женщин. Ну, нечто подобное, как мы помним, впоследствии воспроизвел преподобный Серафим Саровский при устройстве Дивеевской обители. Ну вот, в те времена такое уже существовало. В этот же период в Нижнем Новгороде основан Богородицкий монастырь, основан князем Георгием Селудовичем, которым потом суждено будет погибнуть в сражении на реке Сить с полчищами Баты. В Костроме спаса Запрудненская обитель на месте явления Федоровской иконы Божией Матери. В Полоцке неизвестный монастырь по названию, который упоминается в житии преподобной Ефросинии Полоцкой, а также обитель Всемилостивого Спаса. В этом монастыре приняли постриг и в дальнейшем подвязались сестры преподобной Ефросинии. Это ее родная сестра Горислава в монашестве Евдокия и двоюродная сестра Звенислава в монашестве Евпроксия. Обитель в Смоленске новая, которая возникла в означенный период, это Отроч-монастырь. Итак, мы завершаем обзор монастырей, которые возникли у нас на Руси в период с Ярославом Мудрого по окончании нашего периода до кануна Батыева нашествия. И в следующий раз мы поговорим уже непосредственно о ктиторских княжеских монастырях и об особенностях их устройства. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова